В Югре стартовала семейная неделя добра. К акции в преддверии дня семьи, любви и верности присоединился и Сургут. Проект для нашего региона стал традицией. С 2022 недели добра стали проводить по определенным тематикам. В этом году проведут семейную, студенческую и новогоднюю. Одна из них уже началась. Отмечу, что часть проекта проводится под эгидой всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Главная цель – помочь семьям провести время вместе, делая добрые дела, чтобы привить детям чувство доброжелательности и ответственности. Семейная неделя добра – это региональный проект. Он проходит несколько раз в год у нас в этом году. В преддвериях праздника 8 июля проводится эта неделя по всему региону. Планируется несколько акций проведения. Город Сургут в том числе включается. Мы еще делаем акции с волонтерами, приглашаем их. Будет проходить акция в Центре помощи семье и детям. Один из интерактивов в рамках акции провели в ресурсном молодежном центре. Там прошел мастер-класс по составлению генеалогического древа семьи. Участникам рассказали, как сделать его не только для ближайших поколений, но и отыскать предков, которые жили в 16-17 веках. Волонтер Любовь Урасинова, автор занятий, поделилась – дело это кропотливое и долгое. Мало просто найти информацию в интернете. Поиск родственников ведут годами. Все потому, что, например, в годы Великой Отечественной войны фамилии порой искажались, а еще раньше у крестьян их и вовсе не было. По окончанию поисков у участников появляется возможность составить альбомы и книги, где написано про каждого родственника. Я в рамках «Недели добра» в Югре провожу мастер-класс по своему родословному древу. Ну, не моему, вернее. Но буду давать рекомендации. Краткий, небольшой, за час, что успею дать курс, как и где искать своих предков. По итогу мы у нас уже сделали такие вот альбомчики. Кто у нас члены клуба были? Вот одна из семей делала своим детям замечательный альбом. Это был тоже в рамках моего проекта. Вот. Замечательное тут они сделали обращение к своим детям. Продолжение следует...